Врач, фитотерапевт, диетолог Борис Скачко и автор десятков опубликованных научных статей. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Часть из которых вы можете приобрести и через интернет. Автор сотен видео в интернете. Как правильно питаться, как правильно дышать, как правильно пить воду. В серии видео «Как правильно двигаться» решил попробовать ответить на мой взгляд на очень важный вопрос. Как правильно ходить, а возможно и бегать, для того чтобы укрепить иммунитет. Но при этом не разбить суставы. Чтобы у вас не появился, либо не усилился хруст суставов, либо боль в суставах, либо боль в мышцах. А возможно еще и при этом вы захотите набрать вес, либо похудеть. И очень важно как это делать правильно, когда нужно двигаться до еды, либо после еды. Смотрите это видео дальше и вы узнаете правильный ответ на интересующий вас вопрос. Общепризнано, что физические нагрузки – это непременный компонент здорового образа жизни. И если вы хотите жить лучше и дольше, то спорт в вашей жизни должен появляться регулярно. Либо вы должны заниматься физически активным трудом. Это действительно так, но только в том случае, если вы при этом обеспечили своему организму правильное питание и правильное употребление воды как минимум. Которые частично активно работающий опорно-двигательный аппарат будет расходовать во время нагрузки. Также будет расходовать сердечная мышца во время нагрузки, интенсивно работая, она должна восстанавливаться. Ошибочно считают, что организм работает днем, а восстанавливается ночью. Если бы так было, человек бы погибал в первые дни, либо месяцы своей жизни. И работа, и восстановление идет постоянно. Но с акцентом, конечно, вы работаете больше в дневное время, в ночное время больше отдыхаете, организм больше восстанавливается. Но больше не значит, что не идет работа. Работа идет и ночью. И днем, и ночью вы работаете. И днем, и ночью вы должны восстанавливаться. Если вы с питанием угадываете потребности опорно-двигательного аппарата и сердца, вы находитесь на одном месте. Если вы питание дали несколько чрезмерное своему организму, ваш опорно-двигательный аппарат может усиливаться. Хруст в суставах не появляется, боль в суставах не появляется, мышцы увеличиваются в объеме, миокардиодистрофия не появляется, интеллект не снижается. Это известная истина. Если вы немножечко не угадываете, немножко белка не хватает, питания не хватает, по сравнению с теми нагрузками, которые вы используете, мышечная система начинает забирать белок у тех, у кого может. А на белках работает нервная система. И есть известное изречение, что спортсмены высокого уровня, к сожалению, у них исходный высокий уровень интеллекта немножко снижается. Если он не смог обеспечить паритет для своего организма. Точно так же, если человек занимается спортом и болеет, он обкрадывает, иными словами, свою иммунную систему. Его питания не хватило для того, чтобы иммунную систему обеспечить нужным количеством белка. Иммунная система также накачивается, точно так же белком, как и мышечная система. Если она работает плохо, ну значит кто-то забрал у нее этот дополнительный белок. И очень важно правильно сочетать физические нагрузки и отдых, питание и физические нагрузки, чтобы ваше здоровье только укреплялось. И в зависимости от интенсивности нагрузок, зависит от того, тот момент, когда вам лучше кушать, до физической нагрузки или после. Об этом вы узнаете прямо сейчас. Управлять вашими тренировками, как и вашим образом жизни, может как тренер, так и врач-диетолог. Если тренер советует вам выполнить физическую нагрузку на пределе ваших возможностей, либо близкую по интенсивности к ним, то врач-диетолог советует вам за час, полтора, может быть два до физической нагрузки съесть порцию овощного супа, либо овощную рагу, либо кашу, сваренную не на молоке, но с добавлением растительного либо сливочного масла. В этом случае ваша физическая нагрузка будет обеспечена хоть каким-то количеством питательных веществ и воды. И пройдет с минимальным ущербом и с максимальной пользой для вас. Если же вы не удержались и ваша еда перед нагрузкой, понимая ее интенсивность, будет более существенной, иными словами, вы съели кусок свинины, говядины, птицы, рыбы, то многое зависит от способности вашего желудка переваривать белковую пищу. Если способность желудка прекрасная, то есть он успел переварить эту пищу до тренировки, и пища из желудка ушла в кишечник, то все время тренировки, пока вы тренируетесь в зале, либо выполняете какую-то нагрузку на стадионе, в вашем кишечнике будет идти процесс вниения этого самого белка. Пока вы интенсивно тренируетесь, пищеварительная система не имеет достаточного количества крови, и пищеварение тормозится. А патогенные бактерии, которые всегда присутствуют в кишечнике, вызывая гниение, размножаются. После тренировки вы получаете порцию токсинов из кишечника. Первично удар токсический получает ваша печень, вторично почки, сердце, мозг, суставы и другие органы вашего организма. Отлично, если у вас секреция желудочного сока немножко снижена. Если вы съели такую тяжелую пищу, она осталась в желудке, она не может полноценно, более активно подвергаться гниению в желудке. Слава Богу, соляная кислота мешает этому процессу. Но! Это можно расценивать как дополнительную физическую нагрузку. Потому как эту пищу вы всю тренировку будете ощущать в области желудка. И тренировка для вас будет более интенсивной. Если же в процессе тренировок вы ощущаете, что у вас появляются боли в суставах. Либо хруст сустава появился, либо усилился. Появляются боли в мышцах. Началось облысение. Вы стали болеть инфекционными заболеваниями. Какие-то насморки, кашли, другие проблемы начали вас посещать. Иными словами, иммунитет вас снизился. Возможно, вы стали тяжелее выполнять интеллектуальные задачи. Скорее всего, тренировки чрезмерны. И возможно, вы не можете обеспечить полноценно не только тренировочный процесс, но и работу всего организма. Поэтому в данном случае ведущим в вашем образе жизни уже должен стать не тренер, а врач диетолог, который посоветует вам правильное питание и нагрузки вы должны снизить до того уровня метаболического обеспечения, который вы можете себе позволить. Иными словами, ту пищу, которую вы вносите в пищеварительную систему и полноценно перевариваете, только в соответствии с нею вы можете выполнять дополнительные физические нагрузки. Не больше, желательно меньше. Чтобы физическая нагрузка, избыток небольшой питательных веществ могла разносить по организму с кровообращением, разноситься всем органам и системам. Лучше работает и мозг, и иммунная система, и сердце, и другие органы вашего организма. Как правильно составить диету при физических нагрузках? Это легко. Наберите на моем канале «Почему болят суставы?» есть такое видео. Или «Диета для суставов?» или «Правильное питание для суставов?» И вы найдете видео, в котором я подсказываю каждому из вас, как с учетом тех заболеваний, которые так или иначе вы имеете, или о которых вы знаете, составить все правильное питание. Для того, чтобы и ваши суставы, и весь опорно-двеятельный аппарат, и сердце, которое обеспечивает в нагрузке самое главное снабжение и работающие мышцы, и неинтенсивно работающие иммунные системы в этом случае, ну и всем остальным органам и тканям, чтобы они получали полноценное питание. В этом случае, вы занимаясь физическими нагрузками, получаете плюс. В том числе, если вы хотите снизить вес. Ведь для того, чтобы снизить вес реально, не потерять воду во время физической нагрузки, что очень опасно для вашей жизни, чрезмерные быстрые потери воды приводят к увеличению вязкости крови и нагрузки на сердечно-сосудистую систему. Они выдержат у вас сердце, если вы мужчина, либо сосуды, если вы женщина. Это уже выбор вашего организма. При наличии густой крови в кровеносной системе, если сердце работает мужское, до последней возможности. Если кровь все еще густая, сердце может просто остановиться. Либо повышением артериального давления, инфаркт, либо инсульт не выдерживают сосуды. Женщинам несколько проще. При наличии густой крови в кровеносной системе, падает сосудистый тонус, у женщины падает артериальное давление. И хорошо, если она увидела или понимает, что ей грозит обморок, у нее предобморочное состояние, то она там нашла место для мягкой посадки в окружающую ее среду. В этом случае несколько дней головной боли, после того, как она выйдет из этого состояния, но жизнь ее сохранена. Мужчинам несколько сложнее. Сердце, если останавливается, к сожалению, врачи скорой помощи ориентированы на то, чтобы усилить сократительную способность сердца. Вместо того, чтобы добавить жидкость в кровеносную систему, сделать кровь более жидкой, а после этого заводите мотор, который при этом может работать и лучше, и в принципе обеспечивать кровообращение не только в период реанимации, ну и последующие годы жизни человека, но возможности сердца при этом будут уже резко снижены. И нужно просто правильно использовать интенсивность физических нагрузок и соответствующее этому питание. Поэтому правильное выполнение физических нагрузок реально увеличивает продолжительность вашей жизни. Неправильное сокращает и может сократить во время любой тренировки один раз и на всю оставшуюся жизнь. Чтобы этого не произошло, питайтесь правильно и правильно сочетайте физические нагрузки и правильное питание и употребление воды, которые должны соответствовать и желательно, чтобы не физическая нагрузка предшествовала питанию, а наоборот. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычным подписчиком моих каналов словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. А если вы хотите узнать еще и как правильно дышать во время физической нагрузки, такие видео есть на другом моем канале. Наберите в поисковике «Школа доктора Скачко» первый сезон и вы попадете на целую серию видео как правильно дышать в разных ситуациях, в том числе при ходьбе, в том числе при беге, в том числе если вам хочется снизить вес. Это нужно просто делать правильно. Тогда ваше здоровье сохранится не только в период снижения веса либо занятия физическими нагрузками, но и в другие периоды в вашей жизни. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения.